Ну что, международное событие межгалактического порядка проходит в Питерсбурге, там экономический форум, Путин позвал всех, кто хотел бы, но не может вложиться в экономику России. Тем не менее, знаете, цитата, на которую я обратила внимание и хотела даже сказать, что впервые Путин не соврал. Не соврал, когда сказал, что Россия вышла на стопроцентное обеспечение себя мясом. А потом подумала и понимая, что нет, таки снова соврал. Потому что без помощи Украины она на это стопроцентное обеспечение себя явно бы не вышла. Давайте с этого и начнем. Игорь Александрович Яковенко, я вас приветствую. Здравствуйте, Екатерина Валерьевна. Добрый день. Слава Украине. Героям нашим слава. И вот видите, как раз с наших героев и начала. Потому что если бы не они, ни на какое бы стопроцентное обеспечение себя мясом, Россия бы точно не вышла. Тем не менее, ну как бы какое-то довольно двоякое заявление, как по мне. Нет? Путин об этом не подумал, когда говорил? Он же не такой тупой, как стол. Он мог бы подумать, что говорит? Нет, ну это мы все тупые, как стол. Понимаете? Мы все тупые, как стол. Вообще, на самом деле, то, что произошло вот на этом мероприятии, ну, я не знаю, так сказать, конечно, международность этого мероприятия, она обеспечена тем, что там были два главы ведущих экономических держав мира, Боливия и Зимбабве. Вот между ними сидел Путин и, так сказать, ну, по сути дела, да. Ну, а кто еще должен быть вообще? Кто еще в мире? Россия, Зимбабве и Боливия. Все, больше никого не нужно. Так что международный статус обеспечен. Вы знаете, я вот иногда, ну, не иногда, а довольно часто веду такую программу, называется «Медиафрения», где я всякие там комментирую то, что говорит обитатель российского телевизора, и иногда меня критикуют за то, что, ну, вот, ну, слушайте, ну, вот это вот уже какой-то перебор. Они же наверняка троллят, они же наверняка, наверняка, так сказать, они так сами придумают, чтобы все смеялись. Но вот я думаю, что нет, потому что, смотрите, все, что говорил Путин действительно на этом мероприятии, но он сливается, он сливается со своими вот этими бабушками, из которых состоит отряды Путина. Вот он, на самом деле, сейчас в этой риторике. Вот это вот заявление о том, что они все, все они, все, все американцы, весь Запад тупые, как этот стол. Это заявление о том, что, ну, что Украина потеряла, теряет в этой войне в пять или во сколько там раз больше, чем Россия. Ну и все остальное, что связано, да, о том, что российская экономика устойчива, а экономики западных стран, они, так сказать, очень шатаются и так далее. Все это вообще действительно выглядит, как реплики из этих самых бабушек, из отрядов Путина. Так что Путин сливается вот с этой частью своей группы поддержки, которая, на самом деле, раньше воспринималась многими как какая-то карикатура, как какой-то тролль. И Путин, на самом деле, превращается в какого-то огромного, огромного тролля, который, так сказать, на самом деле раздулся, как клуб. Вот, все, что он говорил на этом форуме, это было настолько, и то, что он делает сейчас, это было настолько чудовищно, что даже его собственное окружение тоже начинает как-то роптать. Это удивительное дело. Там уже, так сказать, глава Северстали, Мордашов, говорит о том, что, так сказать, ну, нельзя вообще постоянно нарушать свои же собственные обязательства, там, изменять налоги, повышать налоги. И, значит, уже там, значит, глава Думского комитета Макаров говорит о том, что своими действиями Россия подрывает доверие. И какой дурак будет инвестировать в экономику России, если она ведет себя таким образом. То есть, на самом деле, ну, это удивительное дело. То есть, довести до того, чтобы собственные халуи начали уже такое говорить прямо, прямо, можно сказать, ну, почти в лицо Путину. Так что, все, что происходило, на самом деле, там происходило много забавных вещей. Но самое главное, все, весь этот международный экономический форум, это демонстрация полной тотальной изоляции России. По крайней мере, в экономическом плане это точно. А если кто пропустил этот фрагмент и не понимает, при чем здесь стол и почему мы к нему прицепились, то давайте посмотрим. Не надо ничего придумывать и на этих придумках, значит, формировать мнение о России. Не надо формировать образ врага из России. Вы сами себе только вредите этим, понимаете? Вот придумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендели совсем, что ли? Тупые, вообще, как этот стол. Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Но это было бы бредом, да? Если бы не было задумки для того, чтобы одурачивать свое собственное население. Говорить, а, караул, скоро Россия на нас нападет, и мы должны срочно вооружаться, срочно, значит, направлять вооружение, значит, на Украину. А на самом деле для чего это делать? Чтобы удержать свое собственное имперское положение величия. Вот для чего это делается. Вот для чего эти угрозы и пугалки для бюргеров в Германии, во Франции и в других частях Европы. Вот для чего. Такой угрозы не существует и быть не может. Мы сами себя защищаем на Украине. Последняя фраза мне вообще очень сильно нравится. Мы сами себя защищаем на Украине. Тем не менее, что касается, вот, кто придумал, очень интересно, я знаю, как вы любите статистику, было бы очень интересно, конечно, но это с ума, наверное, можно сойти, посчитать, сколько за эти два года в России говорили о том, чтобы напасть на НАТО. Интересно, какое это было бы число? Ну, если два года, то я думаю, что это, ну, опять-таки, на каком уровне, если речь идет вообще о том, что в публичном пространстве звучало, там, включая телевизор, то я думаю, что это как минимум пятизначное число. Как минимум пятизначное. То есть, ну, я имею в виду, так сказать, если федеральное телевидение и Государственная Дума, Совет Федерации и так далее. Я думаю, что это пятизначное число. То есть, это постоянные заявления, постоянные угрозы. Сейчас ведь идет соревнование. На самом деле, кто первый сможет добиться того, чтобы, значит, ордер на арест пропагандистов выдал в Международный уголовный суд? Потому что несколько структур одновременно занимаются тем, чтобы все-таки вот основные пропагандисты российские получили ордер на свой арест. Ну, потому что действительно уже, так сказать, Юлиус Стрехер, повешенный по приговору Нью-Анберского суда, он просто уже на том свете, так сказать, кусает себе локти. Потому что такого разжигания ненависти, такого количества призывов к массовым убийствам даже нацистская пропаганда не знала. То есть, здесь постоянно, то есть, постоянно, так сказать, и на федеральных каналах, и со стороны высших должностных лиц России, того же самого Путина, того же самого Медведева, того же самого Лаврова, постоянно звучат призывы к ядерной войне, к уничтожению отдельных стран, континентов. Ну, здесь, ну, и параллельно, параллельно с этим, вот это совершенно, понимаете, абсолютно такое биполярное расстройство у Путина. Он постоянно грозит ядерным апокалипсисом и тут же заявляет о своем миролюбии, миротворчестве. Здесь же, я не знаю, вот у вас, вы знакомы с главой, со спикером Верховной Рады Стефанчуком? Ну, я плохо знаю этого человека, но мне кажется, что ему, Стефанчуку, надо уже подавать в суд на Путина за приставание, за домогательство, потому что он в последнее время постоянно к нему пристает, требуя, чтобы тот принял на себя, значит, функции президента. То есть, какая-то мания, то есть, я не знаю, что у него, какая-то зацикленность на Стефанчуке, потому что он все время говорит о том, что вот он готов вести разговоры, он готов, он требует, Путин, я имею в виду, он требует, чтобы Стефанчук с ним начал вести переговоры в качестве президента. Вот Зеленский нелегитимный, а Стефанчук легитимный, считает Владимир Путин, и хочет, чтобы Стефанчук с ним сел за стол переговоров. Я не знаю, что ему так достал, значит, спикер Верховной Рады, но мне кажется, что со стороны господина Стефанчука есть все основания для того, чтобы подать в суд на домогательство. Причем абсолютно непонятно, зачем он это делает, Путин, я имею в виду, потому что всем понятно, что вся эта история с нелегитимностью якобы Зеленского, она абсолютно не воспринимается ни в Украине, ни на Западе. То есть эти сказки, они, ну я не знаю, там только для внутреннего пользования, для российского телевизора, и то как-то не очень это воспринимается. Ну вот и параллельно с этим постоянные угрозы ядерных ударов, ядерного апокалипсиса, уничтожения континентов, стран и так далее. Ну вот какая-то вот действительно такая, да, вообще Путин, конечно, устал, это тоже видно, вот он все время в этом нервном напряжении, вот, в последнее время стал носить бронежилеты зачем-то, вот, такое впечатление, что, так сказать, бронежилет может спасти, если кто-то решит действительно по-настоящему, настоящее, так сказать, примет решение о его уничтожении, что бронежилет его спасет. Вот, выглядит это все достаточно комично, но тем не менее, это было бы смешно, если бы этот человек не, по его воле не проливались реки крови. Конечно, вот, причем характерно, что вот этот вот, этот питерский форум, абсолютно бессмысленный с экономической, с политической точки зрения, он действительно шел параллельно с вот этим юбилеем, с годовщиной, с юбилеем, с круглой датой 80-летия нормандского, ну, фактически вот этого десанта нормандского. Это очень символично. То есть, на самом деле, с одной стороны, собрались все цивилизованные страны современные, включая Украину, Соединенные Штаты Америки, Германию, Великобританию, Францию. С другой стороны, вот, Путин в окружении Зимбабве и Боливии. Очень, очень такая вот характерная картинка. Одновременно два мира, что называется, собрались. И, на самом деле, действительно, граница современной Европы, она проходит по границам Харьковской области сегодня. Вот это вот просто наглядная, наглядная картинка была. Питер и Франция. Две, два мира, два мира разных. Это очень было наглядно. Самое интересное, что Путин очень хорошо знает Конституцию Украины, он ее цитирует в последнее время очень часто, да? Ну, или же те нормы, которые ему очень нравятся. И при этом он еще знает, как бы, овладел, знаете, во всех традициях и тем, как живут Соединенные Штаты Америки. Он тоже разбирается в их законодательстве. Вот. При этом абсолютно, как бы, я так понимаю, не читает своего опыта, хоть его и переписал сам уже несколько раз. Потому что, если бы у него, например, спросили, а скажите, что такое специальная военная операция, где можно прочитать про эту формулировку, то ее, как бы, ни в каких законодательных документах и нет-то получается. Ну да. И человек, который сидит уже четверть века узурпировав власть, который, на самом деле, ни разу, собственно говоря, толком не избирался, с самого начала был узурпатором, и вот этот человек начинает говорить о какой-то нелегитимности главы соседнего государства, который ведет против него войну. То есть, на самом деле, это, конечно, уникальное явление, но вот, тем не менее, вот, к сожалению, нам повезло, в кавычках, наблюдать вот этот вот процесс. Что же касается специальной военной операции, понимаете, он же, на самом деле, сначала-то, когда все это задумывал, он действительно думал, что Киев за три дня, что его там с цветами встретят, и он действительно рассчитывал на то, что это будет специальная такая полицейская операция по приведению в порядок взбунтовавшейся колонии. А потом выяснилось, что это не колония, выяснилось, что это страна, выяснилось, что это народ, который совершенно не воспринимает соседний народ как своих там братьев каких-то, что это отдельная украинская цивилизация, которая совершенно не собирается жить в составе России или вообще, так сказать, иметь какое-то отношение к Российской империи. И вот эта вот новость, неожиданность для Путина, безусловно, и для многих других участников этого преступления, она внезапно возникла в крайне неприятных ощущениях. Выяснилось, что не только за три дня и за три месяца, и явно за три года не удастся Украину, так сказать, уничтожить и сделать ее вновь в своей колонии, как было. Было на протяжении многих десятилетий. И вот это вот понимание, оно на самом деле бесит, оно вызывает ненависть у Путина. Ну а переименовать уже, хотя на самом деле сам Путин называет это то, что происходит сейчас в Украине, войной. Он сам периодически проговаривается, потому что невозможно, так сказать, воевать уже третий год и не называть это войной. Но тем не менее продолжается вот это вот дебильное совершенно название специальной военной операции. А за слово война людей отправляют на длительные сроки. Ну, естественно, так сказать, если эти люди, ни Путин, ни Лавров, ни другие, которые, ну, просто уже очевидно, в телевизор уже все, на самом деле, называют то, что происходит войной. Вот, скрыть это невозможно. Но по-прежнему официально это специальная военная операция. Кстати, я вот сегодня в этом подумала, что, ну, я понимаю, что для Путина есть российское законодательство, и на этом как бы все заканчивается, но тем не менее. Опять-таки, Россия как страна, которая до сих пор есть в ООН, да, которую никто оттуда не исключил, и которая так или иначе, ну, должна была бы жить или придерживаться правил ООН. Так вот, в тех самых правилах написано, что границы, которые Путин вписал в свою конституцию, украинские земли, они должны быть признаны не только страной-агрессором, не только страной-жертвой агрессии, а еще и в международном обществе. Но при этом я не видела, чтобы Путин обращался к Китаю, к НДР, к Ирану, к Белоруссии, и просил там, признаете ли вы наши новые границы, которые я вписал в конституцию или нет. То есть вот это вот как-то прошло мимо. Почему он этого не делает? Он понимает, что это не его земля, что он не сможет ее удержать или почему? Нет, ну, любая попытка обратиться к кому-то с предложением признать эти границы, она, конечно, наткнется. Я очень сомневаюсь, что даже Китай, в том случае, если перед ним поставят вот такой вот вопрос, даже Китай вряд ли признает эти границы. Потому что, ну, в общем-то, у Китая, у самого-то уже проблемы, он же формально... Понимаете, если, например, так сказать, Китай начнет признавать оккупированные территории, то тогда возникнет вопрос, а что быть, как быть с Тайванем? Потому что сейчас, в настоящий момент, Тайвань по международному праву является китайской территорией. Ну, а если начинается какая-то история, связанная с пересмотром границ, то можно и с Тайванем что-то пересмотреть. Единственное, кто, если прямо поставить перед ним вопрос, ну, может быть, Лукашенко согласится с тем, что это границы, это новые территории России. А так больше вряд ли кто-то. Ну, и поэтому, конечно, Путин так вопрос не будет ставить. Для него сейчас важно пытаться удержать эти территории. И по возможности, если появится какой-то шанс, захватить новые. На самом деле, вот на сегодняшний момент нельзя сказать... Вообще-то даже внятно и членораздельно ответить на вопрос, чего же он хочет, хочет Путин не может. Потому что, с одной стороны, он, конечно, нацелен на уничтожение всей Украины, и захват всей Украины, и уничтожение украинской государственности, и ликвидации всех людей, которые считают себя украинцами, это одна сторона. Это очевидное его намерение, оно просматривается во всех его действиях, во всей его риторике. С другой стороны, он понимает, что последние события, а именно то, что на сегодняшний момент уже сняты ограничения по ударам по российской территории, это изменяет характер войны. И плюс еще, очевидно, да, очень медленно, но тем не менее, предоставление современной авиации, там, и F-16, и миражей французских, и на подходе шведские истребители-бомбардировщики. Это все в конечном итоге меняет ход войны. И Путин, в общем, поэтому не случайно все время говорит о необходимости перемирия, рассчитывая, что он получит передышку, что это будет какой-то вариант минских соглашений, который даст ему возможность пересобрать, сосредоточить силы, накопить их и продолжить войну в новых условиях. Но на сегодняшний момент шансов на это нет, поэтому он сейчас пытается, так сказать, как-то разрушить вот этот мирный саммит и пытается, так сказать, как-то собрать альтернативный какой-то саммит, который вроде Китай собирается организовать для того, чтобы попытаться туда пригласить Украину. Вот. Этого, конечно, не будет. Понятно, что с Путиным сейчас за одним столом никто сидеть не будет из нормальных, приличных людей. Но, тем не менее, Путин явно рассчитывает на какое-то альтернативное решение вопроса. Причем непонятно на какое. С одной стороны продолжает воевать, с другой стороны все время кричит о готовности к мирных переговорах. Все-таки явно какое-то биполярное расстройство у человека существует. Вопрос только в том, почему он так пытается сорвать этот мирный саммит. Ну, потому что, насколько я помню, еще в марте месяца 2022 года ООН тогда проголосовали за то, что Россия совершила акт агрессии по отношению к Украине. И тогда 144 страны поддержали Украину в этом. Теперь этот мирный саммит, в принципе, те же самые страны, может быть, немного меньше, нежели 144, но, тем не менее, приедут для того, чтобы еще раз это подтвердить. Почему этот мирный саммит так костью в горле стоит Путину? Вы знаете, это на самом деле тоже такая загадочная история, потому что, строго говоря, я не разделяю очень большого воодушевления целого ряда украинских патриотов, которые, как мне кажется, излишние надежды возлагают на этот мирный саммит, потому что я не очень вижу дорожную карту и вообще вот такую причинно-следственную связь, которая может от этого мирного саммита вести к победе Украины, к освобождению украинских территорий. Этой связи, безусловно, нет. Но для Путина очень важно не допустить какой-то дипломатической победы Украины. Для него принципиально важно лишить, так сказать, Зеленского, лично Зеленского. У него, на самом деле, сейчас уже явно фиксация лично на президенте Украины Зеленского. Он его воспринимает как личного врага, и он пытается не допустить какой-то дипломатической победы Зеленского. Зная, как президент Украины вкладывается в этот мирный саммит, он пытается всячески его разрушить. То есть любое... И то, что сейчас и Китай действует, отговаривая различные страны, пытаясь воздействовать на различные страны, не допустить их участия в этом саммите. То есть это, безусловно, по просьбе Путина делается. И для Путина очень важно не допустить дипломатической, какой-то политической победы Зеленского. Он явно здесь действует иррационально. Потому что я совершенно с вами согласен, что какого-то огромного политического значения этот саммит не имеет. Я думаю, что если бы, например, вместо этого саммита, я, может быть, скажу какую-то вещь не очень, так сказать, приятную для многих, но я думаю, что если бы вместо этого саммита были бы даны Украине, скажем, там, несколько сотен томогавков, то это для Украины было бы более полезно. Во всяком случае, так сказать, это бы в большей степени ускорило победу, чем вот этот саммит. Но для Путина очень важен любой успех. Понимаете, у него в башке, вот у Путина, на самом деле, я уж начинаю переходить на его язык, вот у него в башке, у него сидят все время игры с нулевой суммой. Он убежден, что все, что хорошо для Зеленского, плохо для него. И наоборот, вот у него, он действует в логике игры с нулевой суммой. Это вот такая дворовая логика, или, может быть, так сказать, логика вот такой вот крестьянских люмпенов. Он же тут себе биографию придумал. Вы же знаете, да, он оказывается из крестьян, причем начиная там, я не знаю, то ли с 16 века себе насочинял генеалогическое древо. И вот, видимо, он из тех крестьян, при всем моем глубочайшком уважении к крестьянству, как к очень трудолюбивым людям, он, видимо, из той крестьянской люмпенской породы, для которой самое главное счастье не то, чтобы у него было процветание в доме, а чтобы у соседа корова сдохла. Вот это типичная игра с нулевой суммой. Главное, вот очень хорошо, когда у соседа сдохла корова. Тогда вот счастье. Вот поэтому он исходит из того, что разрушить мирный саммит Зеленского, и от этого, значит, у него прибавится какое-то благо. Вот это вот, он в этой логике существует. Опять же, если кто-то пропустил, разъясню, что на этом саммите ПФМ было представлено генеалогическое дерево Путина, и там весь его род, который он себе придумал. Но, опять же, это Путин, поэтому тут верить очень сложно во всю эту историю. И составлено это дерево было еще в 2015 году по книге троюродного брата президента Александра Путина. И сейчас его, кстати, говорят, разыскивают за долг в 30 362 рубля судебные приставы. Что за персонаж? Вы знаете, очень характерно, что в этом генеалогическом древе вот те люди, которые стали интересоваться, а что же там такое написано, выяснилось, что там нет никого из тех людей, про которых было известно, что они, так сказать, являются родственниками Путина. То есть это генеалогическое древо целиком выдуманное. Оно все выдуманное. Там нет, не оказалось в этом, ну, обычно, когда древо рисуется, то там присутствуют все родственники. И там не оказалось, значит, вот этой вот женщины номер один, женщины номер два, которые официально известно, что они все-таки дочери Путина. Их там не оказалось. Там не оказалось каких-то братьев Путина, тех людей, которые известны как его родственники. То есть целиком. Понимаете, это древо сочиненное, оно являло и стало символом путинского вранья. То есть человек, который, причем он очень характерно, что он себе все время придумывает какую-то все новую биографию. И каждый раз забывает ту биографию, которую он себе придумывал в предыдущий раз. То он крестьянин, из крестьян, то он, значит, там из матросов каких-то, я не знаю, еще откуда-то. Если верить его биографии, то он должен был, у него там отец, значит, чуть ли не погиб на фронте. То есть вообще какая-то постоянная, ну, исходя из этого, Путина должно быть лет на 15 больше, чем на самом деле. То есть вообще, так сказать, полностью, ну, человек забрался абсолютно. Абсолютно забрался. Вот. Что касается его родственников, он же до сих пор не признал, не называет вот этих двух женщин, которые, так сказать, кстати, выступали на этом питерском форуме, он до сих пор не признался, что это его дочери. Хотя, в общем, все об этом знают уже, так сказать, и, собственно, их нарастающая публичность об этом говорят. Какой смысл? Ну, то есть это человек, который провозглашает семейные ценности и не признает своих собственных дочерей, про которых всем все известно. Удивительное создание, конечно. Это просто какой-то ища диада. Без роду, без племени, без любви, без семейного тепла. Это существо, на самом деле, сейчас действительно становится средоточием мирового зла. Но при этом, как говорят его же пропагандисты, стыдно почему-то должно быть именно президенту Зеленскому. Ну, по крайней мере, они вот опять ему программу свою присветили. На самом деле. И поэтому пытаются, как я вот сейчас вижу, переписать историю, в которой не будет Советского Союза, в которой не будет победы СССР над гитлеровской Германией. Ну, вот эти... Ее уже нет. Ее уже нет, да. Для них и не существует. И здесь очень... Ни слова, никто из них не сказал про Советского война, Красную Армию, Советский Союз, которые освободили мир от гнета нацизма. И абсолютно верно. И здесь два показательных момента. Первое. Господину Трюдо можно было бы взять этого нациста, которого он представлял как ветерана Великой, ну, Второй мировой войны. Ну, почему бы и нет? Ну, уже чего, как говорится, стесняться? А с другой стороны, почему Зеленский приехал один? Где с ним ветераны, которые приехали с Байденом? А очень просто, потому что действительно эти ветераны бы приехали с советскими орденами, они бы действительно могли рассказать о том, какая роль была Советского Союза, какая была роль, допустим, Сталинграда, Курской битвы, то есть тех великих сражений, в которых сломали хребет тому нацизму, и насколько сегодня современный нацизм по тем же самым, ну, практически полям идет. То есть если мы говорим о Курской битве 43-го года, то теперь нам говорят, что новые нацисты могут бить по Курской области из дальнобойного американского оружия. Если бы этот нелегитимный Клоун Президент Нелегитимный Президент Гетман Был разумным человеком, действительно хотел бы произвести эффект. У него осталась бы хоть доля здравомыслия. И совесть. На эту хотя бы здравомыслие сходку он бы взял фотографию своего деда. Абсолютно верно. И с этой сцены большой, где мировые лидеры, гегемон показал бы мой дед освободил мир от нацизма. Я каюсь, ухожу. Две минуты, но как бы надо было дослушать до конца, вы понимаете, всю эту историю. Потому что в этих двух минутах вся боль от, начиная от нас туда не пригласили, про нас забыли, нам не сказали, нас не хотят больше нигде видеть. Почему едет он, а не я? Главное, почему он не ушел? Почему он все еще президент? И почему его принимают? И действительно, с благодарностью к нему относятся и ветераны, ветераны войны, я имею в виду Зеленского. Почему его принимают везде, а меня никуда не зовут и забыли совсем. Ну и, наконец, вот это вот чудовищное вранье про Вторую мировую войну, потому что, на самом деле, как раз переписывают историю Второй мировой войны как раз в России, в этих лживых учебниках, в лживых выступлениях, заявляя о том, что уже даже не Советский Союз один выиграл эту войну, а Россия одна. То есть, забывая о том, что вклад всех остальных союзных республик был огромен. Но и, я уж не говорю об этом, а вот о том, что произошло 6 июня 1944 года, это действительно было событие, которое сломало хребет гитлеровскому рейху, потому что сразу же понятно, что удары по территории в фашистской Германии были. И фактически это действительно в значительной степени может быть даже и предопределило ход войны, завершение войны, потому что Гитлер же, он был близок к созданию атомного оружия. И поэтому все разговоры о том, что да нет, Советский Союз бы один справился, да нет, конечно, ерунда эта полная. Во-первых, он не справился бы без Ленд-Лиза, во-вторых, так сказать, там война шла на массе театров, и если бы вся мощь гитлеровского рейха была обрушена на Советский Союз, то результат войны был бы совсем другой. Наконец, вот эта вот операция, грандиозная операция союзников, которая началась 6 июня 1944 года, она действительно спасла мир, потому что, еще раз подчеркиваю, Гитлер был близок к созданию атомного оружия. И если бы не вот это вот начало наступления с Запада на гитлеровский рейх, то вполне возможно, что он успел бы создать атомное оружие, и тогда неизвестно вообще, во что бы превратился мир. И был бы вообще сегодня этот мир, в том виде, в каком он сегодня есть. Поэтому, конечно, это событие огромного, огромного значения. И вот вся эта риторика путинских пропагандистов, она действительно искажает ситуацию. К сожалению, к огромному сожалению, сегодня значительная часть российского населения зомбирована этим и верят в то, что на самом деле Советский Союз сразу... Более того, я даже не исключаю, что значительная часть россиян думает, что во время Второй мировой войны Советский Союз сражался против Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Не исключаю. Значительная часть, я думаю, что верит, потому что на самом деле из того, что несется с российского телевизора, там же все время говорится, что мы воевали со всем Западом. Ну, а кто Запад? Англосаксы, вот фактически так. То есть на самом деле действительно чудовищное вранье. Но это вранье в головах людей. У миллионов россиян сидит. Так что вот, но это событие, действительно, вот эти два события, которые происходили параллельно, питерский форум экономический так называемый и памятные события к 80-летию фактически открытия второго фронта. Хотя там второй фронт открывался несколько раз и раньше, но тем не менее самое главное, конечно, это было как раз вот 6 июня 44-го года. Это как раз действительно демонстрация двух разных миров. Двух разных миров, которые сегодня воюют друг с другом. Война на уничтожение между добром и злом фактически. Ну, поскольку Пугутин не может позволить себе, вот знаете, выйти и сказать, что он обижен, что его не позвали, что историю переписывают без него, а он еще тот любитель альтернативной истории, он бы сам уже давно мог рассказать, как он ее переписал, но у него никто не спрашивает, то в этот момент, конечно же, говорят пропагандисты, а Путина в этот момент все жалеют и листят. И в какой-то момент Господь Бог смилостивился над нами. Теперь, Владимир Владимирович, на вас стоит не менее сложный значение не только победить, но и спасти мир, который катится и который валит к мировой войне. Но пока поговорим, наверное, о чем-то другом. Владимир Владимирович, большого голоса. Можно больше аплодисментов? Как-то очень жиденько получилось. Как читается сразу в глазах Путина вот эта вот любименькая лесть и похвала? Хвалите меня больше. Да, я такой. Расскажите еще что-нибудь обо мне. Ну да, если учесть источник этой льстивости потрясающей, это же Караганов. Это человек, которого когда-то считали интеллектуалом. То есть, на самом деле, то, что происходит с людьми в России, это потрясающая вещь. Караганов, он входил, его даже признавали, зарубежные экспертные сообщества признавало одним из ста крупнейших интеллектуалов планеты. Это потрясающе. Это страшно вспомнить сегодня. И вот этот человек сегодня ведет себя как карикатурное совершенно существо, льстит Путину просто самым бессовестным образом. Я не знаю, любой нормальный человек на месте Путина со стыда бы сгорел прервал бы его и сказал, слушайте, побоитесь Бога, ну зачем же так? Причем здесь Бог и я. Какое отношение я имею к Божьему провидению? Ну и вообще спасать мир, конечно, особенно, когда речь идет о человеке, который на самом деле ведет войну в центре Европы и толкает действительно мир. Не исключен вариант, что именно благодаря этому человеку случится ядерный апокалипсис. Я надеюсь, что этого не произойдет, но единственный источник угрозы ядерного апокалипсиса сегодня исходит от Путина. Это тоже надо иметь в виду. Это, конечно, вообще все приобретает гротеский характер. И вот всевозможные... Мне это, знаете, напомнило сценку из сказки Шварца Голый Король, когда придворный вот таким вот образом льстил королю, говорил, Ваше Величество, вы гений, и вот я скажу вам со всей стариковской прямотой, вы гений. Вы не величайший, вы просто гений. Вот примерно так ведет себя Караганов, которого когда-то кто-то называл интеллектуалом. Ну и вы же не думали, что мы тут обойдемся без шуточек, которые прозвучали на этом форуме. Почему-то сейчас вспомнилось мне знаете, что-то такое из Леси Украинки, чтобы не плакать, я смеялась. По-моему, Путин понял эту фразу и тоже решил, что чтобы не показывать свои слезы, потому что его не позвали на события действительно международного формата, он всегда шутит в этот момент. Вы сказали, что ты делаем, я целый час битый здесь объяснял, что мы делаем. Но мы не знаем, что ты делаем. Мы прикурнули немножко, хрюкнули, как говорят в народе, и ничего не слышали, что я говорю. Я целый час говорил, что мы будем делать, целая программа из 10 пунктов. Поэтому мы не что-то делаем, а мы работаем над вот этой новой стратегией развития, она у нас есть, мы целый год и делали не только сами. Опять же, возвращаемся к тому, что надо, ну вот Путин обычно говорит, что Украина это антироссия, вот у меня ощущение, что он такой антизеленский, или же вот должно быть точно так же, но наоборот, или должно быть так же, но больше. Если у Зеленского есть планы из 7 пунктов, то у меня должно быть 10 пунктов, ну потому что все понимали, кто старше. Ну да, но самое главное, что у Зеленского это понятная цель, это освободить свою страну, то есть ясная, понятная цель, освободить свою страну. Можно спорить о содержании, но ясная, ясная цель, зачем он это делает. И тут сомнение в том, что за ним историческая справедливость, за ним правда, за ним логика. То есть понятно, что на страну, которую возглавляет Владимир Зеленский напал враг, смертельный враг, который хочет уничтожить эту страну. И хочет, кстати говоря, уничтожить и самого Зеленского. Но значит и понятно, что этот план понятно зачем. Зачем какие-то вот что делает Путин значит для своей страны, кроме того, что в стране по его воле погибает огромное количество людей. Причем зачем никто не понимает. Вот зачем на самом деле на сегодняшний момент в России погибло свыше 300 тысяч человек на фронте. Зачем? Ради чего? Ради того, чтобы значит внутри России оказалось еще какое-то количество разрушенных абсолютно городов и сел украинских. то есть совершенно непонятно зачем. Когда они уже перестали говорить об освобождении, потому что когда смотришь на Бахмут, на Авдеевку, на другие города, которые захватывают российская оккупация, то понятно какое там освобождение. То есть ради чего это делается? Понять никто не может. Почему? Зачем создать такую ситуацию, при которой Украина вынуждена наносить удары по Белгородской области? И возникает простой вопрос. А до 24 февраля 2022 года кто-то мог представить себе, что наносятся удары по Белгородской области? Из-за чего это произошло? И вот человек говорит о каких-то планах. Планы на что они нацелены? Ради чего? В чем заключается цель вообще путинского правления? Вот членораздельного на этот вопрос ответить не может, что характерно. Поэтому, конечно, когда он пытается все время сравнивать себя с Зеленским, это выглядит очень нелепо. То есть в одном случае есть абсолютно легитимный президент, лидер свободный, сражающийся Украины, а в другом случае узурпатор, который ведет свою страну в пропасть. И действительно до 24 февраля 22 года ничего не угрожало Путину, ничего его власти не угрожало. А после этого действительно страна идет к распаду. Это очевидно, что вся эта история закончится распадом России. И Путин создатель этого распада. А теперь они на Украине сами себя защищают, как говорит Путин. Кстати, об этих ударах на 300-400 километров мы с вами на прошлой неделе говорили о том, что позволили бить возле Харьковской области, а теперь Джо Байден говорит только не по Москве и по Кремлю. Я так понимаю, остальные цели довольно-таки легитимны. Мы тут, знаете, с коллегами думали над тем, что по Останкина никто не запрещал бить. Наверное, было бы тоже неплохо немножечко людям открыть глаза, телевизор, и начали включать немного мозг, но тем не менее. Опять-таки вопрос остается риторическим, почему не по Кремлю, если с территории России по центрам принятия решений, как они говорили, по Киеву абсолютно нормально можно было бить? Вы знаете, я думаю, что это временно. На самом деле тут, конечно, может быть, кому-то покажется чрезмерным постоянная критика руководства Соединенных Штатов Америки, но действительно понять, по какой причине идет все время вот эта вот задержка, знаете, это такая, так сказать, стратегия хромающих решений. То есть, вот дали танки, дали дальнобойные ракеты. Почему этого нельзя было сделать в 22-м году? Вот просто почему? Почему сейчас можно, а тогда нельзя было? сняли, пусть частично, но сняли вот этот преступный запрет наносить удары по территории России. Ну, почему нельзя было снять этот запрет и вообще не накладывать этот запрет в 2022-м году? В чем причина? Объяснить это невозможно. Но тогда уверенно говорили сторонник этого, нет, нельзя, потому что Путин обидится и начнется эскалация. Какая эскалация? Куда дальше эскалировать? Ну, сейчас вот этот запрет частично отменили. Значит, еще раз, почему этого нельзя было сделать в 2022-м году? Дай ответ, не дает ответа. Значит, я абсолютно убежден, что вся эта история, поскольку она уже начала публично обсуждаться, объяснить, почему нельзя бить Украина, не может бить по любой точке, где содержится угроза для национальной безопасности Украины, почему, когда Россия наносит удары по любой точке на территорию Украины, Украина не имеет возможности наносить ответные удары по военным объектам на территории России. Объяснить это невозможно. Просто невозможно. Я абсолютно убежден, что все эти запреты будут отменены. Но, к сожалению, проволочка это точно так же, как проволочка полугодовая задержка с выделением средств. Но средства уже фактически аккумулированы, вот эти 61 миллиард долларов. Зачем нужно было устраивать полугодовую проволочку? Это была организованная, это была политически организованная провокация, политически организованная диверсия, которая строила... Понятно, что там каждый преследовал свои цели, но в конечном итоге в результате этого погибли десятки тысяч людей. И точно таким же образом вот это вот абсолютно безумное преступное решение запрета бить по территории России. Объяснить это невозможно совершенно. Все разговоры о том, что это делается для того, чтобы не было эскалации. Какой эскалации конкретно? Что Путин нанесет ядерный удар? А сейчас, когда отменили этот запрет, он ведь не наносит ядерный удар? Значит, это было ошибкой. И точно таким же образом разговоры о том, что он тогда возьмет и вторгнется в какую-нибудь страну НАТО. Ну, очевидно же, что он не самоубийца. Очевидно же, что он не собирается открывать второй фронт. Он не собирается нападать на НАТО, потому что на самом деле действительно он прекрасно понимает. Он, конечно, безумец, но он не самоубийца. И вот сейчас отменили этот запрет, и Путин не вторгся ни в какую страну НАТО. Значит, это было ошибкой. Я абсолютно убежден, что будут отменены все запреты. Но, к сожалению, вот это вот, так сказать, знаете, как Черчилль в свое время говорил, что Америка всегда находит правильное решение, но после того, как она сначала переберет все остальные варианты решения проблемы. То есть обязательно надо вот эту стратегию и тактику хромающих решений, опаздывающих, сначала перебрать все ошибочные решения, а потом найти правильное. Это беда, я еще раз говорю, что это не сегодня возникло. Это вот проблема, к сожалению, проблема великой страны, которая все время находится в состоянии таких хромающих решений. Ну, к сожалению, скажем так, других союзников у Украины сегодня нет. Какие есть, такие есть. И спасибо им за то, что они есть, за то, что они помогают Украине. Игорь Александрович, спасибо и вам за этот разговор. Это очень взаимно и героям нашим слава. Дякую всім, кто был с нами цю годину за ваши вподобайки и комментарии, которые вы оставите под нашими видео. Ну, и, конечно, говорю вам, бережите себя, побачимось с вами и до следующих встреч. Пока. Продолжение следует...